Можно ли эмигрировать в Канаду без английского? Как переехать без сдачи языкового теста IELTS? Часто получаю такие вопросы и сразу отвечу, что это все сложно, но возможно. Некоторые находят работу в Канаде без английского и получают аж 30 долларов в час, а некоторые и больше. Подписывайтесь на канал и я начинаю. Привет из Канады, меня зовут Алекс Павленко. Я подготовил для вас 5 способов переезда в Канаду без знания языка. Все они рассчитаны на разные категории людей, поэтому обязательно досмотрите видео до конца. 5 способ переезда в Канаду без знания английского подойдет семейным людям. Вот я не люблю учить языки и можно сказать, что у меня нет к ним таланта, но моя жена Иванка, которая работает иммиграционным консультантом, настоящий полиглот. Кроме стандартных русского и украинского, она очень быстро выучила польский, а в Канаде говорит на двух официальных языках — английском и французском. То есть она знает аж 5 языков. Когда ваша семья подает заявку на иммиграцию в Канаду, вам надо будет выбрать основного заявителя. Его еще называют паровозиком. К нему более строгие требования по языку, образованию, опыту работы и возрасту. Вагончик — это зависимый супруг или супруга, особой пользы для получения баллов он не несет. Я вот вообще не сдавал языковые тесты для иммиграции — это делала жена. И вот посмотрите, я замечательно живу в Канаде, успешно сюда переехал без сдачи IELTS. Более того, в семьях обычно жены моложе, чем мужья, что дает дополнительные баллы. Поэтому мой совет простой. Если у вашей супруги есть необходимый опыт работы, пусть она уходит с работы и плотно займется английским. А вы, как мужик, зарабатываете деньги на Канаду. Перехожу к четвертому способу переезда в Канаду без сдачи IELTS. Удивительно, но в канадский колледж, что является высшим учебным заведением, можно поступить вообще не зная английского. У нас есть клиенты, которые получали студенческие визы и оказывались в Канаде. Маленькая деталь. При поступлении колледж выдает официальный документ, который называется письмо о зачислении. И в нем есть одна небольшая фраза — до начала учебы вы обязаны подтвердить уровень владения языком. Это можно сделать несколькими способами. Первый, самый банальный — пойти и сдать языковой тест IELTS. Но я вам обещал рассказать, как переехать без него. Вместо этого вы можете записаться на курсы английского в канадскую языковую школу, с которой мы сотрудничаем. Занятия проходит полностью онлайн. Если заниматься регулярно с понедельника по пятницу по 3 часа в день, можно достичь чудес в уровне английского. У нас есть десятки подтверждений, когда люди приходят со слабым языком, но с временем его улучшают, сдают внутренние тесты английского и получают сертификат от языковой школы. Его принимают колледжи и снимают требования по языку. Самое главное — на студенческую визу можно поддаваться даже, когда вы только начинаете учиться на курсах английского. Но лучше, конечно, делать все заранее. Планируйте свои действия на полгода или даже на год вперед. В описании к видео добавлю ссылку на регистрацию в языковой школе. Сами посмотрите там стоимость занятий и в какое время проходят уроки. Третий способ переезда в Канаду — без языка подойдет тем, кто хочет стать трак-драйвером. Это очень популярная профессия и с ней в будущем достаточно просто получить ПМЖ по провинциальной программе или даже сейчас можно пройти по Express Entry. Вам надо получить туристическую визу в Канаду и прилететь, например, в Торонто. Здесь очень много школ, где можно обучиться на курсах трак-драйверов, после чего найти работу и поменять свой статус нахождения в стране. Главное — придумать причину, зачем вам нужна туристическая виза. Например, это может быть желание выучить язык, но уже не онлайн, а в кампусе языковой школы. Часть времени вы будете изучать английский, а часть учиться на курсах дальнобойщиков. Перед тем, как перейти к следующему способу, я попрошу вас поставить лайк. Это очень важно для продвижения моего канала. Также меня мотивируют ваши комментарии, которые вы оставляете, поэтому напишите что-то. Второй способ переезда в Канаду без знания английского не несет никаких скрытых моментов. Есть программы иммиграции, где знание языка не особо важно. Например, есть программа провинции Онтарио, там для подачи заявки языковой тест вообще не нужен. Если вы знаете английский, то вам начислят дополнительные баллы, если нет, то можете поддаваться без него. Потому что в программе гораздо важнее найти рабочий контракт. В Канаде крайне не хватает работников, и местные компании ищут специалистов даже за пределами страны. На той же стройке особо не нужно знать английский, и можно зарабатывать 30-35 канадских долларов в час. Если же вы не хотите вкалывать физически и привыкли работать сами на себя, есть программа для самозанятых. Для прохождения по ней у вас должна быть творческая или спортивная профессия. Проходной балл там очень легко набрать без дачи английского. Про эту программу я записывал отдельное видео, оставлю ссылку на него в углу экрана, где-то тут, и в описании к ролику. Есть и другие программы миграции в Канаду без требования по сдаче языкового теста IELTS. Какой же способ переезда в Канаду без изучения английского я поставил на первом месте? В Канаде два официальных языка — английский и французский. Вместо английского вы можете выучить французский и переехать жить в провинцию Квебека. Я в не прожил почти четыре года, там однозначно есть свой шарм и регион сам по себе неплохой. Более того, в той же системе экспресс-энтри за знание французского вы получите больше баллов, чем за знание английского на таком же уровне. Как определить свой уровень английского? В нашем телеграм-канале я опубликую ссылку на бесплатный тест английского. Если же вы знаете французский и его хотите проверить, то у нас есть такой же тест на французском. Ссылка на телеграм будет в описании к ролику. Ребята, попрошу вас написать в комментариях, какой способ переезда без знания английского вам подходит больше всего. Если вы прошли тест английского, то поделитесь еще своим результатом. Если вас интересуют другие способы переезда в Канаду, какие бывают требования в программах для кандидатов, то очень рекомендую приобрести обучающий курс по иммиграции в Канаду, который подготовил канадский лицензированный иммиграционный консультант. Ссылка на него будет в описании к этому ролику. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, дергайте колокольчик, чтобы не пропускать выпуск новых роликов. Также смотрите другие наши видео про учебу в Канаде и поиск работы. До встречи в Канаде!